Ахрита пришла пообниматься. Мое солнышко золотое. Привет! Юлька легла поспать, а эта приперлась ко мне. Шкреблась в двери. Да? Лизунья. Лизунья пришла полизать Ирочке в ручку. Привет! Привет! Привет, моя красавица! Недовольная, как слон. Пришла к Ире. Собачка где-то гавкает. Да, Хрита? Хрита слышит. Привет! Моя любимая, я только из душа. По два-три раза в день моюсь. Потому что так как слабость, и так постоянно потная. Все смываю, что-то там посуду помою. Вся мокрая, пошла в душ. Полик протру, вся мокрая, пошла в душ. И так сижу вот в душе. Люблю, когда чистенько я все вещи постирала. Свои эти кофточки, в которых была в этой вчера розовенькой, в голубенькой позавчера, в сиреневой, вот эта темно-сиреневая, которая сейчас в машинке, а я, к сожалению, в плащубой. Так что четыре кофточки мне хватает как раз на день помыться, поменяться. И футболочки, и маечки тоже самое. Все насквозь. Круси. 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 Крюси. Круси. 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 Собака. Мая хорошая. Ходит везде, ищет бусин. Дурочка. И под диваном. И в шифонер лезет. И везде. Бухи. Ищешь буй. Да? Не гусьте. Не гусьте, похрусьте. Моя тихочка золотая. Я сейчас смотрела. Видео новое. Эра Водолея. Как там надо. Так сидите. Закрыли глазки. Вдыхаете глубоко носиком. И ротиком. Вдыхаете. Это как высшее яму. Помогает все ваши там страхи, блоки, какие-то обиды. Все-все-все-все-все отпускать. Нельзя ничего держать в себе. Все так. И ладошечки так наверх. Лучше. И когда так делаете, вот несколько раз, потом грызет у меня сумки. Да что ж такое? Нельзя это грызть. Хрита. Да что? Нельзя. Не надо. Не надо. Когда ручки наверх, так делаете. Потом тут в центре ладошек прям чувствуется, как идет свет. Вот правда-правда. Так сидите. Как будто вся какая-то там, не знаю, накопленная чуть линими веками. Энергия такая, какая-то тяжелая, или грязная, или низкая, не знаю, просто выходит. Вот только-только я бы послушала. Не знаю, кто вообще смотрит такие видосы. Я смотрю иногда. Редко. Ну метко. Тут все-все-все постирано. Вот эти, все шарфики я вот только сложила, постирала. Все тут чистенько, все тут мыло. Но она все равно как-то слышит запах. Вот видите? Дорогие, сейчас был... Все ужасное подходит к концу. Такое прекрасное. Я даже поставила его себе в ВКонтакте. Вот иногда слушаю его почему-то. А я тоже обратила внимание, что этот поменялся. Как его? Блин, опять забыла, как его зовут этого чувака. Вот зараза. Сейчас посмотрю. По-моему, я его смотрела сегодня. Может, он у меня есть в истории. Сейчас гляну. Ну, Леночку Синчук я всегда смотрю. Тасочная. А, вот он. Данил Зуев. Вообще не узнать лицо. То ли он такой, знаете, омуществел. То ли какой-то как пришибся, то ли что-то с ним. Очень-очень-очень какие-то трансформации в нем произошли. Вот как-то задебел. Или как это говорят, не знаю. У него же вообще другое лицо было. Сейчас поищем. Вот он. У меня есть. Вот тут еще похож на себя как-то. А тут уже вообще другой. Не знаю, что у него с лицом. Вот какой он здесь был. Видно. Определенный какой-то типаж. А потом какое-то у него пошло. То ли застывание. То ли какой-то, не знаю, вообще другой чел. А может, я так вижу, что он поправился. Хотя фиг знает, какая разница. Это же абсолютно не важно. Хорит. 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 Это все грустит лежит. Ха-ха-ха. 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 Ты чего? Все хорошо, моя девочка. Пришла к Ирочке. Моя собака. Хе-хе. Кто там кашляет? Кто там? Моя собака. Моя красивая. Понравилась кошечка такая. Вот, как Буся один в один. Только белая. Знаете, и глазки фаупсенькие. И ушки. Весловушка. А я не посмотрела, что она в Питере. Вообще такая лапа. Я написала хозяину. Говорю, а что вы в Бюкард не везете? Он говорит, ну, в Бюкард точно не повезет. Значит, не судьба. Вот. А там другая еще кошечка понравилась. Очень. Прямо на мою мурку похожа из детства. А хозяйка как начала меня допрашивать. Капец. Как будто бы я попала куда-то на допрос. Понимаете? Ну, мало того, что она там спрашивает. В квартиру берете? Или в свой дом? Есть ли еще животные? Был ли опыт общения с животными? И так далее, и так далее, и так далее. Она ее отдает бесплатно. Ее там целый этот рассадник котят. Не знаю, штук 200, наверное. Как приют. Она еще спрашивает там какие-то вещи. Чуть ли там не надо ей эти какие-то анкетные данные. Или там чего-то. Сколько лет? Есть дети? Труд это? Там до такого-то возраста. Еще что-то. Хотя обычная кошечка. Просто серенькая, полосательненькая обычная кошечка. И Юлька говорит, что за дура? Меня это реальность. И ты ей благо сделаешь, что помогаешь. Так кошечку пристраиваешь. Она там не на даче где-то у нее зимой замерзнет. Она будет жить в квартире. А она как будто бы тебе делает этот самый как его. Короче, поменяла местами то, что не меняется. Неинтересно сразу, понимаете. Она такая, что я буду что-то там ввести ее все время. И тридцата, и тридцата, и буду приезжать смотреть. И на-на-на. Я говорю, так может и останетесь, Анна. И поночуете. Вдруг ночью будут скучать. Кошечка за вами. И там еще что-то. Ну, короче. Я сказала спасибо. Всего доброго. Наблюдайте, ведите, оставьте себе. А, а еще одна девочка. Короче, написала мне, что вот кошечка такая. Она, знаете, такая полосатенькая, как у меня джина была. Максерчик. И, короче, я ей говорю. А кошечки сколько? А она говорит, ну, столько. Я говорю, боже, такая красивая, какие у меня глазочки. Короче, мы с ней разговаривали, разговаривали. Потом она говорит, я вот на нее смотрю. Она у меня на ручках сидит. Я с вами переписываюсь. И я понимаю, что я не могу ее отдать. Короче, наверное, я ее себе оставлю. Мурочка. Не обожаю. Представляете. А та, которая с этим, с Черчиллем, которая, которая, я сказала, пусть немножечко с мамочкой побудет, чтобы иммунитет был хороший. Потому что еще очень маленький. Кому-то отдала. Потом мне пишет. Я думаю, малышу вы не хотите брать. Хотя я ей оставила номер телефона. И сказала, что в любое время, когда вы скажете, когда вам удобно, и я подъеду и возьму его. Вот так вот. Ну, вот из всех, из всех, из всех кошечек. У меня вот этот котик Черчилль больше всех вообще зашел. Не знаю, почему. Ну, сейчас вот одну беленькую мне предлагают. Маленькую ей месяц, по-моему, и неделя. Показывала я вам там три, наверное, где-то серые, рыженьких пятнышка. Что-то я посмотрела на нее на солнышко. Прямо похоже. Солнья можно назвать. Вот. И черненькую предлагают. У нее глазки никак обуви все не желтенькие. Какие-то есть, то ли серенькие, то ли черненькие. Тоже мужчина предлагает, сказал, что где-то там на даче, говорит, померзнут. Они маленькие, тут в коробке. Мальчик черный, девочка черная. И мама говорит, так, тут где-то мотается. Приходит их там покормить и опять куда-то сваливает. Вот, и этот мужчина предлагает, говорит, могу завтра привезти. И этот, что с беленькой, тоже говорит, могу завтра привезти. Так что, я не знаю. Девочка беленькая. С рыжим и черненькая. Не знаю, короче. Где-то ударилось. Синяк. Чёрненькую или беленькую? Скажи. Беленькую или чёрненькую? Смотрит. Говорит. Чёрненькую или беленькую? М? Беленькую? Нет. Чёрненькую? Чёрненькую. Да? Хочешь чёрненькую, потому что ты беленькая? А, Люська? Ладно, тогда чёрненькую. Как скажешь, Рита. Всем волшебного вечера. Люблю вас.